Возможно ли в Кыргызстане добиться такого же успеха в реформировании системы госуправления? Этот вопрос мы решили вынести на обсуждение в студии Вечера новостей. Гость программы, политолог Денис Бердаков. Денис, добрый вечер. Как вам кажется, в чем секрет столь успешного прорыва армянского? Дело только в политической воле Николы Пашиняна. В чем еще? По многому, да. Потому что пациентов на 80, любые реформы, это политическая воля человека. Важно, откуда человек пришел. Если человек был много лет в оппозиции, он сформирован определенным комплексом идей, он готов идти на резкие шаги. Если человек вырос из системы, он никогда почти не пойдет на реформы. Пожалуй, исключением в нашем регионе это действующий президент Узбекистана. Он 11 лет был премьер-министром, как-то смог скрывать свою сущность и наконец-таки они перешли к значимым реформам, которые действительно обгоняют наши на порядок. Вот примерно одинаковое время прошло с момента, когда был сформирован новый состав правительства в Кыргызстане, новый состав правительства во главе с Николом Пашиняном в Армении. То есть определенный период можно судить предварительно об успехах работы в Армении и в Кыргызстане. Вот им, безусловно, есть чем гордиться, как мы могли понять из материала. А что нам мешает? Ну, что нам мешает, это посложно. Думаю, отсутствие политической воли. Как бы это ни банально звучало, если люди или правительство, президент или более широкие политические круги не готовы сегодня посадить своих родственников, завтра полностью реформировать МВД, а послезавтра вычистить всю таможню, реформ не будет. Реформы жесткие, должны осуществляться крайне быстро. К примеру, Украины люди затянули на 2-3-4 года реформы, реформы не состоялись. Победила та олигархическая, скажем, система, которая до этого и была, в принципе, там. Мы сейчас попадаем в прежнюю ловушку. А реформы делаются максимум в течение полгода. Если не успели, реформы нет. То есть вроде и у нас тоже борьба с коррупцией провозглашается как основная цель, одна из основных целей работы правительства, но только там борьба с коррупцией заключается в том, что попавшиеся на коррупции на взятках таможенники лишаются раз и навсегда своей работы и должности, а у нас они предпринимают успешные попытки восстановиться в должности через суд. Это борьба с коррупцией. Ну, здесь будем, отнесем это к компетенции суда. Вспомнил, кто формировал это судей, когда формировал. Но в целом, да, все, скажем так, у нас непросто. Мы не можем уже, к сожалению, ожидать системных реформ, не только борьбы коррупции. Потому что коррупция не там, где сажают каждый день по 10 человек, а там, где вычищают всю систему госаппарата, делают маленькой, компактной, эффективной. И нет места для коррупции, а не там, где сажают. Вот это главная проблема, которую очень сложно понять. Есть страны, где расстреливают по 100 человек в неделю, но там коррупция... Ничего не меняется. Да, ничего не меняется. Проблема в том, что ты, когда приезжаешь в Сингапур, ты можешь за 2 часа зарегистрировать там все компанию. Вот там сложно найти, место для коррупции. А если ты приезжаешь в страну, где с тебя по доллару снимают каждый, начинает таможенник и заканчивая милиционером, ну, как он там называется, коррупция там все равно будет. Давайте поговорим о грузинском опыте. Вот не так давно наш премьер побывал и в Грузии, где изучил опыт ведения электронного правительства. О необходимости его ведения в Кыргызстане говорится уже очень давно. Ну, вот в двух словах, может быть, нашим зрителям стоит рассказать, что это вообще такое. Грузинские реформы, это... Ну, если очень просто, да, это когда президент новый, который у них пришел тогда, Михаил Саакашвили, взял, просто сломал всю систему. Он построил новую систему госуправления. Его мотивом было то, что он хотел захватить власть. И ему, собственно, он не должен был в предыдущей системе ничего. У него не было друзей, он не был встроен в какие-то родоклановые системы. Почему сложно провести реформы, например, у нас? Все политики, которые стали уже политиками, уже встроены. Поэтому человек, пришедший со стороны, обычно это человек, учившийся на Западе, только может провести системные реформы. Потому что, ну, не посадит у нас человека родственника. Не пойдет против кланов. А в Армении, как вы считаете, менее традиционное общество? Там наверняка тоже... Ой, там, в принципе, тоже традиционное. Но Николай Пашиня, во-первых, много лет был оппозиционером, опять же, связанным с Западом. В данном случае, это плюс для реформ. Потому что человек был готов пойти на многое. И он действительно первыми шагами снял всех тех, кто вел политическую... Скажем так, всех тех силовиков, всех тех чиновников, которые в течение десятилетий мешали оппозиции. Причем, ну, легальным выступлением. Вот это, я думаю, хороший опыт, который стоит перенять у нас. И то, что портреты президента не висят у каждого чиновника, это классное, на самом деле, завоевание. Мы к этому идем, надеюсь, когда-нибудь придем. Потому что, как только мы начинаем развешивать везде портреты, это признак авторитаризма. К ничему хорошему, как показывают наши соседи по региону, это не приведет. И все-таки мы коснулись электронного правительства. Что это такое? Как показал себя этот опыт в Грузии? Насколько он применим и нужен нашей стране? Скажем, главный вопрос. Возможно? Да, возможно. Технически все это не так сложно, как кажется. Это даже не так долго стоит, как в пересчете, скажем, на каждого человека. Но для этого требуется, опять же, колоссальная политическая воля. Потому что весь чиновничный аппарат, он становится меньше в 2-3 раза. Это значит, огромное количество чьих-то родственников, чьих-то кормушек исчезнет. Исчезнут родственники из госсистемы, исчезнут кормушки, будет меньше доступа, скажем, к закрытым тендерам кого-то. Для этого нужна просто политическая воля. Повесить кабели, камеры. Для этого нужно немного денег, которое легко получить в виде гранта или кредита. И технические специалисты, которые, в принципе, в Кыргызстане есть. Но сейчас важно объяснить все-таки зрителям, в чем суть электронного правительства. Что это не хождение людей за получением тех или иных государственных услуг по госорганам, а возможности воспользоваться интерфейсом и сделать все, не выходя из дома, допустим? Не выходя из дома или придя в одно место, как у нашего ЦОНа. То есть там паспорт в ЦОНа действительно сейчас получить можно быстро, эффективно. И те документы, которые получали неделями, я еще помню, свой первый паспорт я получал неделю, это было крайне тяжело. Огромное количество бумажек. Сейчас в ЦОНе можно получить за несколько часов. Это прообраз электронного правительства, когда большинство госуслуг можно получить в одном месте за несколько часов и буквально имея в собой на руках только паспорт. Открыть фирму, оформить пенсию и так далее и тому подобное. Вот это есть электронное правительство. Смысл электронного правительства, чтобы нам, гражданам, было легко. Государство — это селвис. Оно живет на наши налоги. Если оно оказывает плохие услуги, это плохое государство. Нужно менять политическую систему. То есть для того, чтобы кратко резюмировать нашу с вами беседу, можно сказать о том, что возможно все. И реформирование системы государственного управления, и эффективное введение электронного правительства, но для этого только политическая воля нужна. В принципе, создать необходимые условия возможно. К сожалению, только да. Ну что ж, Денис, я благодарю вас за очень интересную беседу. Нашим зрителям я напомню, что гостем нашей программы был политолог Денис Бердаков.